Русские православные церковь 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 Китай на много раз превышает инвестиции в Россию. А почему же это так? Россия развивающаяся страна. Она нуждается в инвестициях. И это не означает, что иностранцы будут грабить страну. Наоборот, они создают рабочие места. Они способствуют благосостоянию народа. И так, конечно, они получают свои дивиденды как акционеры. Но в России коррупция настолько велика, что она не дает возможность инвестору развивать свою деятельность и зарабатывать. Всем известна ситуация с Икейей. И вместо того, чтобы развиваться в стране, она сужается. То же самое происходит с мотаромой. Они уходят из страны. Этот фактор чрезвычайно вредит репутателю страны. И, к сожалению, видимо, это не беспокоит тех, которые пользуются рычагами власти. Американский культ-емпериализм, о котором вы, господин Михалков, говорили, торжествует здесь. Как это возможно? Франция, как вы знаете, по крайней мере, провела закон, где необходимо уменьшить передачи на иностранных языках и иностранные американские программы. И употреблять французские. Я бы приветствовал, если бы мы могли бы это пробить дальше здесь. И как бы это было бы ни плачевно, это еще ничего с тем, что я сейчас вам расскажу. Мы находимся, дорогие, в очень критическом состоянии. Русское зарубежие зависит от поддержки федеральных властей и общественных организаций, которые занимаются русским миром. Что же на самом деле? Бюджет Министерства иностранных дел по отношению к зарубежу, к соотечественникам уменьшается каждый год. Министр финансов Кудрин предлагает вообще его сократить и таким образом помочь балансу федерального бюджета. Московское правительство сделало предложение новому меру уменьшить помощь Международного совета российских соотечественников, чья помощь является 1,17% бюджета Москвы. Это меньше, чем нормальная взятка, как здесь говорят, откат на постройку многоначального здания. Мне нужна ваша помощь, все те, которые имеют какое-то влияние на министра финансов или те, которые могут его лоббировать. Не уменьшать бюджет Министерства иностранных дел, который в третий год будет уменьшаться. Нам необходима помощь и Федерального, и Международного совета российских соотечественников. Дорогие друзья, это очень-очень серьезно, потому что все наши амбиции, то, что мы хотим достичь, без денег невозможно. Мы можем себя хлопать по плечу и говорить, как хороший русский язык и какие чудные мероприятия мы будем делать. Но без средств мы не можем это совершить. Спасибо вам за внимание.